ЗЕРКАЛО История была рассказана мне молодым человеком по имени Петр во время моих поездок по Речицкому району. Собиранием различного рода редкостей я стал заниматься очень давно. Еще в детстве у меня была неплохая коллекция старых монет и кое-каких безделушек. С годами росли мои возможности и аппетиты, и вскоре одна из моих квартир превратилась в мини-музей, где я продолжал складировать все новые и новые приобретения. В один из дней, прогуливаясь по барахолкам в поисках чего-то новенького, я наткнулся на мужичка, который стал предлагать мне свой товар. Я стал отмахиваться, но он спокойным голосом заявил, то, что он мне предлагает, я никогда больше не увижу, а потому мог бы и посмотреть, от меня, дескать, не убудет. Ладно, говорю, давай посмотрим, но я с тобой никуда не пойду, а хочешь, показывай прямо здесь. Мужик, сказав, чтобы я подождал, куда-то испарился. Через мгновение он вернулся обратно, волоча перед собой огромный, не слишком легкий сверток. Развернул его, и моим глазам предстало обыкновенное зеркало. Правда, оно было очень старым, и было вставлено в металлическую раму по цвету, напоминающую почерневшее от времени серебро. Причем на самой раме были выгравированы какие-то странные знаки, которые я видел только в кино. Цена, которую мне назвал этот мужик, была, если не смешной, то издевательская, это уж точно. Рублевый эквивалент нескольких бутылок не самой плохой водки, на том и сторговались. Дома я рассмотрел свою покупку более внимательно. Поверхность зеркала была покрыта застарелым слоем пыли и какого-то жирного налета. Недолго думая, я вынес свою покупку на балкон, намочил в бензине тряпку и силой несколько раз протянул по поверхности стекла. На удивление, там оказалась чистейшая хрустальная поверхность, как будто она была изготовлена минут десять назад на заводе. Ни единой трещинки или царапины, чего, естественно, со старыми зеркалами быть не может вообще. Будучи озадачен своим открытием, и, понятное дело, разозлившись, что меня провели, я принялся изучать свое новое приобретение далее, решив протереть той же тряпкой раму. Рама с первого раза не очистилась, но уже после нескольких протираний я увидел, что под слоем грязи находились еще какие-то странные, оккультные что ли рисунки, которые привели меня в состояние легкого замешательства. Такого я, честно говоря, еще не видел никогда. Единственное, что показалось мне хорошо знакомым, были обозначения фаз Луны. Поскольку запах бензина был достаточно сильным, я приставил зеркало к стене на балконе, еще раз внимательно рассмотрел его. Мне почему-то тогда не показалось странным, что в зеркале мое отражение выглядело лет на десять моложе, чем я выгляжу на самом деле. Я немало удивился металлу, из которого была изготовлена его рама, очень похожему на первый взгляд на серебро. Но намного легче и прочнее последнего. Острый нож, которым я пытался поцарапать раму, оставил на ней едва заметные царапины. Оставив его проветриваться от запаха бензина, я на несколько дней просто забыл о нем, погрузившись в рутину ежедневных забот и проблем. Однако примерно через неделю мне пришлось вспомнить о своей странной покупке. Мой коллега по работе, с которым мы обычно по утрам садимся на один автобус, стал меня спрашивать, не собираюсь ли я жениться. В то время я жил один целиком, посвящая свое время карьере и личной финансовой независимости. Все остальное я решил немного отложить на будущее. Вопрос был для меня столь неожиданным, что я поинтересовался, с чего это он взял. И его ответ был столь нелепым, что в тот момент моей первой реакцией был дикий хохот. Но когда он рассказал, что видел у меня на балконе девушку, да еще стал подробно описывать, как она выглядела, меня это заинтриговало. Наши дома стоят напротив, да еще окна в окна. Тем более, как он сказал, это может подтвердить и его жена, которая наблюдала мою гостью на моем же балконе вместе с ними не один раз. В конец заинтригованный, я вернувшись вечером домой, первым делом отправился смотреть, что же происходит на моем балконе, где я обнаружил свое недавнее приобретение, в котором отражалось пол улицы, включая и окна соседнего дома. Прикинув расстояние, я решил, что моему знакомому довелось просто наблюдать отражение девушки в зеркале, которая сидела где-нибудь в окнах его же дома. И чтобы не смущать своих соседей подобными картинами и обезопасить себя от дальнейших расспросов по этому поводу, я забрал зеркало в квартиру. А поскольку сам предмет был очень красивым, я решил поставить его в своей спальне, прислонив к стене. Ночью я проснулся от какого-то голубоватого свечения, мягко заполнявшего комнату. Было светло так, как будто кто-то зажег тут лампу дневного света. Плохо соображая, я стал искать взглядом эту самую лампу, которой, понятное дело, в комнате отродясь не бывало. Попутно заметив, что свечение сходило из стоящего у стены зеркала, и почему-то не придав этому значения, я повернулся на другой бок и снова крепко заснул. При этом утром я чуть было не опоздал на работу, абсолютно все часы в доме запаздывали на семь минут. На следующую ночь повторилось то же самое, и на следующую тоже. Я опять было чуть не опаздывал, еле-еле успевая в последний момент запрыгнуть на ступеньку автобуса. Часы, которые были в доме, каждый раз опаздывали ровно на семь минут, а часы, которые были в мобильнике, шли идеально точно. Заметив эту особенность, я стал ориентироваться, именно по им и мои опоздания прекратились. Выдержав таким образом около недели, в один из вечеров заново подводя часы, я крепко выругался. Когда же это все наконец прекратится? На следующий день, проснувшись утром, я увидел, что все часы идут идеально точно. Даже кухонные, которые за сутки обычно отставали на одну-полторы минуты, ночные свечения тоже прекратились. В одну из последующих ночей я проснулся от ощущения, что кто-то гладит меня по спине, причем даже на ощупь ладонь была явно детская. Скачив, я увидел перед собой сидящую на постели полностью обнаженную девушку, которая тут же отпрянула в угол комнаты. В свете полной луны я заметил, что у нее были огромные раза в полтора больше наших глаза и какие-то почти детские черты лица. От зеркала снова исходило голубоватое свечение, только на этот раз настолько слабое, что оно просто подсвечивало одну раму. Я сделал шаг к этому существу, которое, отступив и путаясь своих длинных до коленок волосах, стало почти невидимым в темном углу. При этом я явно ощутил на себе ее излучающий взгляд, который, казалось, видел мне насквозь. Я сделал еще один шаг навстречу и почему-то протянул руку, надеясь видно изловить свою гостю. Далее произошло нечто невообразимое. Я только помню, как какая-то невидимая сила отбросила меня назад. Я ударился головой при кроватную тумбочку и отключился. На работу в тот день пришлось опоздать. Голова была разбита настолько, что врач сразу стал предлагать мне больничный. Весь последующий день работать толком я не смог. Очень ныло, почти раскалываясь голова и ушибленная при падении плечо. Вернувшись пораньше домой, я напился обезболивающего и лег спать, вскоре забывшись тяжелым глубоким сном. Проснулся я от тех же странных прикосновений детской ладони. Однако вскочить и прогнать свою незваную гостю у меня не было сил. Поэтому я просто стал наблюдать за действиями этого существа, решив для себя, что теперь-то, если представится такая возможность, я-то уж точно сверну ей шею. Тем не менее, на этот раз в темноте при свете луны существо чувствовало себя невозмутимо. Спокойно подойдя к окну и проделав какие-то пассы, оно обернулось. Я же, наблюдая за ней, чуть приподнялся на постели, чтобы видеть получше. И в то же самое мгновение дикая боль пронзила мое ушибленное плечо, с которого при падении у меня сорвало кожу. Запрокинув голову, я о дикой боли закусил губу и не заметил, как моя гостья снова оказалась возле меня, приложив свою маленькую холодную растопыренную петерню на мое плечо. Через некоторое время боль утихла, и вместо нее появилось неприятное, но вполне терпимое покалывание, вскоре тоже ушедшее. Я не заметил, как расслабившись уснул. Утром во всем теле была необычная легкость и бодрость, чего со мной уже давно не бывало. В контору я пришел самым первым и с легкостью, почти не задумываясь, переписал все бумаги. А вечером меня ждал еще один сюрприз. Все мои раны, находящиеся под повязками, почти затянулись. Врач, который производил перевязку, поинтересовался, не применял ли я народную медицину. Я ответил, что не применял, решив не рассказывать о произошедшем сегодняшней ночью, и, вернувшись домой, стал ожидать свою гостю. Однако она не появлялась, ни в эту ночь, ни во все последующие, и в конце концов я, погрузившись в обычные жизненные проблемы, стал не забывать. Прошел почти месяц со времени моего чудесного исцеления. За это время я успел сделать в своей квартире ремонт, приобрел еще несколько старых безделушек и стал встречаться со своей теперешней супругой. И вот однажды ночью был неожиданно разбужен знакомыми прикосновениями детских ладоней. Однако на этот раз прикосновения были не совсем простыми. Такие прикосновения обычно говорят о том, что женщина желает мужчину. Естественно, не желая быть предателем, я стал это существо выпроваживать. Однако ее прикосновения стали все более настойчивыми и уверенными. Плюс ко всему меня сковала какая-то невидимая сила. Я в тот момент себе уже не принадлежал. Ночь была настолько изматывающей, что наутро, собираясь на работу, я ощущал себя столетним. Нет, скорее двухсотлетним дедом. На работе жена до мной весь день подшучивали коллеги. Наверстываешь, мол, упущенное. Вернувшись домой, я первым делом завесил зеркало тяжелым плотным покрывалом. Ну, думаю, теперь-то ты не выберешься. Как я ошибался. Эта ночь оказалась еще более бурной и выматывающей. Так что на следующий день я добирался на работу чуть ли не ползком, а покрывало, которым было закрыто зеркало, оказалось завязанным в такой узел, что мне пришлось немало повозиться, чтобы привести его в нормальное состояние. Да и моя девушка, заметившая мое состояние, также стала относиться ко мне подозрительно. Дело могло закончиться полным разрывом. А когда я рассказал ей о том, что происходит в моей комнате, она просто рассмеялась, сказав, что сегодня придет проверить. И вот мы в моей комнате дождались темноты и легли спать. При этом насмешки моей подруги в перемешку со словами, что если ничего не будет, то это наша последняя ночь, становились все извительней. Естественно, что я не находил себе места, с трудом сдерживая переполнявшую меня злость и отчаяние. Вскоре мы просто уснули. Проснулся я от того, что был перемазан чем-то теплым и липким, а Мария тихо постановала. Открыв глаза и взглянув на подругу, я пришел в ужас. На ее теле чем-то острым были нацарапаны те же самые знаки, которые я видел на раме зеркала. Все наша постель была перемазана кровью Марии. «Я же тебя полночи зову. Ты разве не слышал? Я подумала, что ты умер». Однако ситуация была такова, что задавать какие-либо вопросы не было времени. Я побежал вызывать скорую. Зеркало я разбил в тот же день, вернувшись домой из больницы. Позднее Маша рассказала мне, что в ту ночь она проснулась, почувствовав, что кто-то на нее смотрит, и увидела мою гостью, которая держала руки над моей переносицей. Затем, сделав какое-то движение над девушкой, она стала куском стекла наносить на ее теле вышеописанные знаки. Мария же при этом не могла пошевелить ни единым пальцем. Закончив последний символ, она просто вошла в гладкую поверхность зеркала. Но больше всего Машу поразили огромные остроконечные уши. Моя встреча с домовым Работал я воспитателем в детском саду номер один. А это значит, что в городке он был самым первым, а городу 350 с чем-то лет. Детсад двухэтажный и деревянный. Его чуть не закрыли, да молодая заведующая смогла все модернизировать внутри и сделать его санаторным. Но черные стены с улицы, деревянные столбы и поскрипывающие полы, все это осталось. Попросила меня заведующая заменить сторожа и сказала, что еще няня придет, чтобы не скучно было. Я и согласилась. Но у няни очередная любовь и я осталась в огромном здании одна. В моей семье знают много старинных песен. Я и сама люблю их. Ну и сидела я, вязала и тихонько пела. А в двенадцать ночи встала и пошла спать, благо, что было где. Проснулась я от того, что кто-то на моей подушке около головы усаживается поудобней. Я повернула голову и увидела что-то похожее на зверюшку. Где-то с локоть величиной, буро-черная шерстка, небольшая голова и печальные, очень мудрые и добрые глаза. Ножки поджаты, как ребенок присаживается. И ручки сложены на коленочках. Хвости, как у тушканчика с кисточкой, но небольшой и как у сидящего кота сбоку вперед сложен. Те места, которые не покрыты шерсткой, похожи на нос у собаки. Первая мысль была, какой хорошенький. И руку к нему потянуло. Моргнул и чуть подвинулся дальше. А у меня дальше в голове, а кто это? Ни обезьянка, ни крыса. И вообще ни на что не похоже. И зима, и все закрыто. И стало что-то мне жутковато. Посмотрела на часы. Ноль ноль двенадцать. Сидит. Думаю, может, это мне так ясно снится. Укусила себя за косточку на пальцах. Больно. Смотрю, сидит дальше. Мысли в голове волосы дыбком приподнимать начали. Все, что нашлось прочесть молитву. Знала я тогда только очи наш. Вот ее и начала читать. Вырубила сразу. По-другому и не сказать. Открываю глаза. На часах ноль ноль пятнадцать. На пальцах следы от собственных зубов. А на подушке вмятина. Сколько потом не работало, никогда в моей группе ничего не случалось. И дети спали очень хорошо. И любили на ночь оставаться, так как группа у нас круглосуточная. И еще. Когда я забирала маму с отцом к себе, отец проснулся и говорит маме, «Ты чего мне под нос свой тапок поставила?» «Я не ставила!» «А это что?» И показывает мамин старый глубокий такой тапушек. Посмеялись и уехали. И только дома до меня дошло, что это домовой с ними просился. Вернулась я в пустую квартиру и поставила сумку. Около нее мамины тапки. Сказала что-то примерно так. «Ты уж прости недогадливых. А если уживешься с моим, вот тебе с Аней и пойдем с нами». Да и поставила тапки потом в сумку. Дома жили у меня кошки только белого цвета. А вот после этого она родила кошка трех котят. Двух взяли, а третья рыженькая кошечка так и осталась у нас. Ласковая и лечит. Говорят, что какие цветом кошки в доме, такой цвет волос у домового. Теперь есть белая и рыжая. Видать, наши домовые ужились. Дом сельской ведьмы. Жила у нас на краю села одна бабка. Маленькая, сгорбленная, тихая и на первый взгляд безобидная. Сколько ей было лет, не знал никто. На людях она всегда ходила медленно, опиралась на кривую палку за долгие годы отполированную руками до гладкого блеска. Но когда она думала, что ее никто не видит, то и дрова молотом колола, и мешки огромные носила, и копать могла неделю на солнцепеке без обеда и отдыха. Жила она отшельницей, ни с кем никогда не разговаривала и помощи ни у кого не просила. Люди обходили ее дом стороной. Соседи с ней никогда не спорили и не ругались, даже если повод и был. Здоровались и старались побыстрее пройти мимо. Все знали, что связываться с сельской ведьмой на себе дороже. Еще с советских времен ночами к ней тайно приезжали машины с теми, кто уже тогда знал, что значит порча, приворот и заговор. Только ночью, днем никто никогда посетителей у бабушки не видел. Из местных к ведьме никто не ходил. Страх был сильнее желания получить помощь и выгоду от мистических сил. Никто не вечен. Однажды смерть пришла и к старой ведьме. Родственников у нее не нашлось, похоронили бабку на колхозные деньги без батюшки и поминок. Дом ведьмы понемногу зарастал бурьяном и приходил в запустение, но о нем не забыли. Трое сельских алкоголиков решили, что в доме умершей ведьмы точно есть чем поживиться. Ведь бабка жила более чем скромно, хотя пенсию получала исправно, да и вряд ли свои услуги она делала бесплатно. Раз дом никому не нужен, то залезть в него вроде и не воровство, ничейное же, но и открыто днем грабить вроде как нельзя, хоть при дневном свете и удобнее тайники искать. Да и не так страшно, дом ведьмы как-никак. Приняв на грудь для храбрости, мужики пошли на дело. Обстановка внутри дома оказалась такой же простой и скромной, как и снаружи. Воры бродили по дому долго, но то ли темно было, то ли ведьма спрятала ценности слишком хорошо, они не нашли ничего особо ценного. Так, немного мелочи, которую и пропили в течение недели. А за два месяца все трое по очереди умерли. Последний мужик, когда понял, что ему вряд ли повезет больше, чем корешам, успел перед смертью покаяться и рассказать соседям, что отомстила им ведьма за ворство. Предупредил, чтобы не лезли в проклятый дом и попросил заказать службу в церкви за упокой своей грешной души и душ покойных дружков. После последних похорон односельчане просьбу исполнили, а страшный дом так и стоит до сих пор на краю села и манит людей неразгаданной мистической тайной своей мертвой хозяйки. Субтитры создавал DimaTorzok